Тренажеры для воркаута, горки, карусели, качели скоро украсят двор на юности 5.4. Такое наполнение выбрали сами жители, активно голосовали за проект и теперь ждут завершения строительства. Работы идут практически в срок. Немного задерживается лишь поставка мафов. На данный момент все объекты, которые должны мы здесь установить, мафы, они закуплены, резиновое покрытие. В течение, я думаю, двух недель мы объект сдадим. Но все равно по срокам немножко уже отстаем. Отставание по срокам есть и на объекте на Северном переулке. Причина та же – задерживается поставка мафов. Лето – сезон строительства детских и дворовых площадок. Компании-производители оборудования для них просто не справляются с объемами заказов. Все остальные работы здесь закончат в течение ближайшей недели. Во дворе появятся горки и качели, сушилки-выбивалки, а также необычное сооружение – площадка для голландского футбола. Небольшое мини-футбольное поле для со всех маленьких деток. Я думаю, им будет интересно. Я бы со своим, по крайней мере, сюда точно пришел поиграть. Значит, травмобезопасное покрытие будет повсюду, где у нас будут установлены какие-то малоархитектурные формы. Предполагаемое окончание объекта у нас где-то середина октября. То есть мы сейчас дождемся поставки мафов. На скейт-площадке «Икара» осталось собрать последнюю рампу и выставить металлическое оборудование. Объект практически завершен. Строит площадку подрядчик из Санкт-Петербурга, который возводит скейт-парки по всей стране. Старую площадку спортсмены просили реконструировать с 2015 года. Программа «Вам решать» дала такую возможность. Вторая, скажем, такая скейт-площадка, она одна. Поэтому пользуется спросом у подростков, которые именно склонны к экстремальным видам спорта. Поэтому и было принято решение заменить, чтобы площадка была нетравмоопасной и ребята могли заниматься в любое время. Всего в рамках программы «Вам решать» в Сарове появится 8 новых объектов. В их числе детские дворовые площадки и кинотеатр под открытым небом рядом с молодежным центром. Важно, что всё это – инициатива горожан. Именно голоса жителей решали, какой проект получит областное финансирование. Если жители правда хотят что-то у себя изменить, есть все механизмы, и им они предоставлены. Поэтому сейчас все вопросы преображения своих дворов отданы на самом деле на откуп жителям. То есть и самые активные из них будут получать свои объекты. Программа инициативного бюджетирования «Вам решать» продолжит работать и в следующем году. У горожан вновь появится возможность заявить на неё свои проекты благоустройства. Лидия Шулаева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.